Дорогие мои, доброго дня! К сожалению, по определенным обстоятельствам и причинам, я не смогу 2-го числа принять участие в прямом эфире на Экстра ТВ, чтобы встретиться с вами, ответить на ваши вопросы, может быть, где-то еще пояснить, что же будет происходить, начиная с 8 сентября, 9 месяцев аж до мая, о чем и как мы будем с вами говорить. Поэтому я попросил Экстра ТВ записать это обращение к вам. Для того, чтобы кто сомневается, может быть, утвердился, а может, отказался. Ибо путь нам предстоит с вами длинный, очень длинный. Да, по меркам Вселенной, 9 месяцев – это ни о чем. Но если брать жизнь человека, где одно дыхание может стать началом или концом, это время будет иметь значение для каждого из нас, как для меня, так и для вас. Ибо поток обучения, поток знания, поток информации, энергоинформационный поток чувства знания, он всегда взаимообразен. Для меня это будет первый опыт. Я никогда в своей жизни не трудился в онлайн-режиме. Это всегда были живые встречи, после которых я иногда задавал себе вопрос, я вот после окончания данного семинара я больше отдал или я больше получил. Ибо мы все разные. И соучастие, созвучие каждого сердца с каждым сердцем для пробуждения, для объединения имеет колоссальное значение. Воистину счастливым человек может стать только тогда, когда его окружают прекрасные, красивые вещи, живая, дышащая, свободная от всякого негатива планета, красивые, счастливые люди. Вот тогда счастье может быть абсолютным, но только в этой действительности, в этой реальности, потому что счастье, как и радость, как и любовь, они бесконечные, в этом и прекрасность является жизни, что у нее нет конца, когда вы становитесь на путь. Мы будем говорить о очень многих вещах, но рассуждать, дискутировать или передавать вам свое знание глобальное, о космических потоках, о пульсарах, о волнах, как происходят изменения, как они отражаются на человеке, это будет. Но основной целью данной работы девятимесячной я вижу немножко другое. Вселенная, космос, галактики, планеты состоят из энергии. Энергия состоит из духа. Дух из индивидуальности. Индивидуальности из душ. Душа проявляется и накапливается в теле. Основной целью и задачей кто смотрел меня, кто знает меня, кто может видеть меня впервые, я говорю, не следует начинать. Никакое дело, если вы не можете себе ответить на вопрос, во имя чего вы это делаете. Это дело заранее обречено на провал. Во имя чего мы будем с вами девять месяцев от сердца к сердцу трудиться. Еще раз говорю, любой путь к свету, любой путь к преображению, к изменению своей жизни в этом теле, в этом пространстве, здесь и сейчас. Это труд. Поэтому я хочу вас попросить основной целью и задачей нашей с вами встречи будет являться ваше преображение. Как я сказал в прошлой лекции, мама сказала, Олег, спасибо, что разбудил. Значит, это работает. Такие же мамы, такие же папы, такие же дяди и тети, молодые люди, девушки и парни, кто захочет пробудиться, милости прошу. И у меня к вам огромная просьба. Еще раз говорю, мы все разные. Нельзя изменить планетарные процессы во Вселенной, не изменив жизнь одного человека. прошу вас. Вот по этим координатам поделитесь со мной своими проблемами, своей болью. отпустите, выговоритесь. На семинаре вы мне нужны опустошенными. Энергия, как вода. Если кувшин переполнен, все, что будет литься сверху, выльется. Поэтому прошу вас, поделитесь со мной проблемами и болью. А я постараюсь поделиться с вами. Любовью. Преображаться будем вместе. Из этих ваших болей, страданий, я буду компоновать темы, которые нас будут объединять. Что в этих ваших проблемах, в вашей боли есть общее. Я буду создавать это. И мы отдельно по этому будем работать на наших семинарах. Помимо тех тем, еще раз говорю, которые там уже присутствуют. Это я считаю главным. те ощущения, состояния, которые не следует озвучивать в общей массе, мы будем работать индивидуально. Вся информация, абсолютно вся информация будет у директоров и редакторов нашего с вами данного действа. Еще раз говорю, опыт это для меня первый. Восьмого начнем, там посмотрим, как оно пойдет, как оно будет складываться. В любом случае, люди, которые меня окружают, все живые, все творческие, слышащие. Все это можно корректировать, все это менять. Мне сказали, что есть люди, которые подписались на семинар из Австралии, из США. Это разные временные моменты. И для личных консультаций мы будем подбирать, конечно, индивидуальное время, удобное для тех людей, которые прислали свои заявки. Ибо мой рабочий график 24 часа в сутки. Могу трое суток не спать. Но потом часа 4 все-таки хотела бы вздремнуть. Я не знаю, как, но я еще хочу поделиться с вами тем окружением, где я пребываю. Это храм. Храм преображения. Мы потихонечку как можем. Восстанавливать его целиком мы не собираемся. Это совершенно не нужно. Но чуть-чуть, чтобы он и так 200 лет еще простоит. Он свободен. По меркам церкви или каноническим он не действующий. Это мой храм. Ключи у меня, ключи у меня, дверь открываю каждому желающему. Здесь молились и мусульмане, сюда приезжали монахи из Тибета, сюда приезжали муфти из Узбекистана, сюда приходят просто люди. Вот. Поэтому это такая обитель, где человек захочет, может быть, в группе лиц, захочет, его можно оставить здесь одного, подышать, посмотреть, почувствовать. Истинное лицо этого храма увидит только сердце открытое, оно очень далеко отсюда. Оно на границе эталона нашей действительности заикарен. Этот серебряный храм преображения. Это колокол, который как усилитель помогает всему тому, что мы творим, отправлять по горизонту. То есть на уровень нашей действительности и в том числе к ядру земли. Так что милости прошу в мой мир, в мою обитель. Ибо каждый из нас есть маленькая частичка, но единого, огромного и бесконечного пространства. Удача, она приходит к идущему. По вере вашей воздастся вам, сказал Христос. И удачливей будет тот, кто будет более упорен, устремлен и терпелив. Еще раз говорю, вот чтобы пробудилась моя мама, понадобилось мне почти восемь лет. От полного неприятия до... Чтобы преобразиться сейчас, я не хочу пугать вас сроками. Может понадобиться одна вспышка, несколько секунд. А где-то нужно будет проявить терпение, потому что мы не живем в изоляции, мы не живем в одиночестве. У нас есть своя среда обитания, состоящая из разных людей, и, как правило, далеко несовершенных. Но тот, кто смотрел мою лекцию или передачу со мной за гранью, там, где я рассказываю о своей клинической смерти, уже знает. не судить. Вот это все не наша история. Суд Божий, страх Божий, Бог есть любовь. Не судить, спрашивать, чтобы помочь нам пойти дальше, спрашивать нас будут только за то, как мы поступили по отношению к человеку, а не то, как он поступил по отношению к нам, как он поступил по отношению к нам, будут спрашивать с него. Но для того, чтобы набраться такой силы, не противодействовать, вмещать, нужно позаниматься. Нужно позаниматься. Поэтому приглашаю вас, родные мои, в добрый путь с Богом. и под мем и под мем и под мем в мем и в Субтитры создавал DimaTorzok